Бегаем, проводим учения, боевые стрельбы, разведгруппы, засады проводим. Каждое утро бегаем на пробежки, чтобы днем себя чувствовать бодрым, сильным, не уставать, ничего не от кого-либо. Дим, скажи, зачем ты вот сюда приехал? Попробовать свои силы, посмотреть, на что я способен. Желающих проверить свои силы в лагере юный спецназовец набралось на целый взвод. 30 бойцов, как юношей, так и девочек, опробовали на себе армейский распорядок, на практике укрепили военные дисциплины. Многие из них воспитанники школьных военно-патриотических клубов. В этом году юные спецназовцы базируются в детском оздоровительном центре «Ласточкино гнездо». Никто не плачет, не стонет, и ничего подобного такого даже и не было. Здесь условия, в общем-то, неплохие. У нас есть летний душ, баня есть. Сейчас мы где-то через день, через два ходим в баню, потому что у них физическая нагрузка довольно-таки приличная. Армейский распорядок – это не просто слова. Всё действительно, как в вооружённых силах. Подъём, зарядка, завтрак, занятия до обеда, отдых и снова занятия. Дальше, Денис, всегда готов служить для вас, родной, доблесть и спецназ! Юные спецназовцы, кто только учится, а кто уже и совершенствует строевые приёмы, умение обращаться с оружием, навыки маскировки, рукопашного боя и другие. Основой, безусловно, служат дисциплина и физическая подготовка. И девушки здесь далеко не на последних местах. Я тоже в кадетском классе учусь, и Дмитрий Владимирович тоже решил взять и девочек в этом году. Попробовать, посмотреть, способны ли мы наравне с мальчиками работать так же. Пацанам уступаешь в чём-то, нет? Ну, конечно, в силе. Наверное, всё же, получше некоторых стреляю. Визит съёмочной группы совпал с родительским днём. В его рамках своим талантом на сцене блеснул практически каждый ребёнок. Дети и персонал пели и танцевали коллективно и индивидуально. Не обошлось и без показательных выступлений юных спецназовцев. Бойцы инсценировали ликвидацию террористов, продемонстрировали строевые приёмы с оружием и без. За время смены юные спецназовцы освоили навыки выживания, совершали марш-броски и ночные стрельбы, постигали основы сапёрного дела и другие армейские премудрости. За это время они стали неотъемлемой частью жизни и самого центра «Ласточкино гнездо». В свободное от занятий время спецназовцы вместе со всеми купались, загорали, пели песни, танцевали на дискотеке. Для них пришло время, что называется, демобилизоваться. Отдых же в «Ласточкином гнезде» продолжается, и по-прежнему основной упор сделан на безопасность детей. У нас обязательно проводятся инструктажи по безопасности поведения на общих мероприятиях, безопасность поведения на воде, ну и пожарная безопасность обязательно. Дети без присмотра у нас не остаются. У нас на каждом отряде работают на младших отрядах три педагога, на старших отрядах два педагога. Ярослав Кондратьев, Владимир Антошкин, телекомпания «Арис».